И всем привет, ребят! С вами Строй Вань, Костю. Записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Нашим анонсикам. Сегодня у нас четверг и есть очень много интересной информации. Если вам нравятся подобные родные видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал и не забывайте, конечно же, про розыгрыш. На 20 тысяч, ой, или 30? 30 тысяч и 2 миллиона кристаллов у нас проходит прямо сейчас розыгрыш по тегу. Здесь в аккаунтике, темпашечку устанавливаете, оформляете покупочку в магазине и участвуете, заполняете форму в этом замечательном розыгрыше. Ну а сегодня мы вместе с вами обсудим все, что будет у нас уже с завтрашнего дня в игре. Также поговорим о списке обновлений, которые очень и очень интересны. Но обо всем по порядку. Начинаем с Дня Святого Патрика. Именно этот ивент стартует с завтрашнего дня в нашей игре. Будет у нас 30% скидочкой. Сюда скидончики, магазинчик 30% скидочки, гаражик 30%, запуск улучшений и 50% ускорения. Каждый день у нас есть, так сказать, интересные события с пятницы по воскресенье. Два спецрежима. Танкобол и легендарная золотая лихорадка. Только золотая лихорадка будет через неделю на картах Ферма, Новыл и Перевал. Реально легендарная золотая лихорадочка с повышенным шансом, я так понимаю, выпадения голдов. Ну а насчет Танкобола, конечно, ну такое неинтересно. Спецпредложения, ежедневные танккоины, сокровища за 2,5 и 7 дней према, 230 ультра за 18 тысяч танккоинов. В ультраконтейнерах добавляется новое устройство для Магнума, также Гром ГТ и Мамонт Ультра. Гром ГТ мне, если честно, на основной аккаунт нужен, поэтому если бы упал бы, я был бы рад. Специальные миссии, которые будут, у нас получается, вот два захода, двойные фонды и опыт, мегаголды и оформление. В принципе, все как в дефолтных ивентах, только завтра еще стартует у нас золотая лихорадочка, новый ивентик. Поэтому ко всему этому делу, в принципе, будет выглядеть вкусненько. Ну а вот теперь разберем список обновлений и изменений, которые уже с завтрашнего дня будут в нашей игре. В ультраконтейнеры добавляется устройство, карта Сандал Ремастер получает дневной и вечернюю версию, и ремастер карты сама выходит. Батарейки удаляются из призов контейнеров, из стандартных контейнеров, включая устаревшие контейнеры из ультраконтейнеров и из недельных контейнеров. По определенным советам от бывалых танкистов и профессионалов, недельные контейнеры нужно обязательно сегодня открыть. Но что касаемо обычных контейнеров и ультраконтейнеров, их можете не торопиться открывать. Завтра их будет возможность открыть без возможности выбить батарейки, зато будет отличная возможность заформить кристаллы. По кристаллам там будет больше, даже в плюсе по выгоде. А что касаемо недельных, то обязательно откройте сегодня недельные контейнеры, чтобы заформить со вкусных батарейок еще сверху расходочку. И я сегодня на основном своем аккаунте открою практически трехсоточку недельных контейнеров. Если ждете этот видеоролик, легендарнейшее открытие недельных контейнеров, которых я копил, наверное, больше нескольких лет, то обязательно поддержите данный видос лайком. Давайте 150-ку грузанем вот так вот, а я недельные контейнеры взбодрю сразу. Хотя, в принципе, я их и так взбодрю, поэтому... Но если грузанем 150-ку будет, конечно, с кайфом. Так, пушка фриз, скорость расхода энергии с 400 до 250, перезарядка баллона вместо 1 секунды 2 секунды. Не знаю, что там делается фризом, но по ощущениям, лучше это ему ничего не даст. Статус эффект заморозка. Скорость и ускорение корпуса при максимальной заморозке с 66% до 60. Скорость и ускорение поворота башни при максимальной заморозке с 10% до 1. Эти изменения распространяются как на пушку фриз, так и на все иные источники заморозки. Ну, не знаю, типа... Типа особо сильно ничего не поменяется фриз. Все равно, мне кажется, будет хуже жиги. На сегодняшний день. Пушка твинс. Дальность максимального поражения увеличивается. Дальность минимального поражения увеличивается. Скорость снаряда уменьшается. Скорость снаряда на рикошете тоже уменьшается. При этом дальность вся увеличивается. Стабилизация минус поля. Дальность меньше. У гелиуса дальность тоже меньше. У всех дальнобойных пушек дальность увеличивается. Скорость снаряда у смоки ускоряется. Вулкан. Дальность увеличивается. Гром увеличивается, Скорпион увеличивается, Реза увеличивается. Гаусс увеличивается, Шафт увеличивается. То есть все дальнобойные пушки теперь будут с большей дальностью максимального поражения. То есть на большем расстоянии будет проходить лучший урончик. Это что значит? Правильно. ТДМ. ТДМ наше все, ребяточки. ТДМ наше все. Корпус ВАСП. Радиус максимального урона взрыва с 15 метров до 20. Радиус среднего взрыва с 20 до 25. Радиус минимального с 40 до 60. Наложение статус эффектов с 40 до 60. Имбовая бомбочка по ходу завтрашнего дня уже будет в нашей игре. Паладин. Аура снова подавляет противников, блокируя запуск овердрайвов и работу дронов. Опачки. Место пробития, которого убрали, добавляется подавление. Паладин возвращается в мету. Ничего себе. Джаггернаут становится сильнее на 10 тысяч хп. И при этом устройство для соло режима Джаггернаута снижает здоровье на 33%. То есть в соло Джаггере хп будет 20 тысяч. А как раз таки в командном Джаггернауте будет 30 тысяч хп у Джаггернаута. Жестко. Жестко. Очень жестко. Дроны удаляются из игры. Все 10 дронов. Драйвер, десантник, инженер, спринтер, минер, снабжение, штурмовик, спасатель, подрывник и кемпер. Все эти дроны удаляются. Механик становится дешевле. Диверсант становится дешевле. Бустер дешевле. Защитник дешевле. Ловкач дешевле. И все дроны теперь у нас доступны сержант-майор. Вот эти именно. Получается сколько? 5 дронов. Очки за действия в бою. Опачки. В режиме число очков за помощь в получении фрага с 7 до 5 уменьшается, как раньше. В режиме ТДМ число очков за уничтожение танка с 15 до 20 увеличивается. Число очков за доставку увеличивается с 75 до 80. Вот это щедрость. В режиме ЦП число очков за захват точки с 15 до 10. Число очков за нейтрализацию точки с 10 до 5. В принципе, ЦП вообще не понимаю зачем. Регби мяч с 75 до 80. Ну, на 5 очков больше давать это, конечно, очень мало. Хотя бы до 100 бы дотянули бы. Я был бы тогда бы рад. И видел бы в этом потенциал и смысл. Режим Джиггернаут. Число очков за уничтожение Джиггернаута с 50 до 80. Число очков за уничтожение... За уничтожение Джиггернаута. Не понял. А, число очков опыта. А, все, понял. Опыта дают мести число очков. Опыта за помощь в уничтожении Джиггернаута тоже уменьшается. Незначительные исправления в различных текстах. В принципе, что я могу сказать и подвести итоги. Дроны удалены. Ребаланс настал дроновый. Новые меты, но самое главное, штурмовую кассету не занерфили. А это значит, что нас ждет как минимум неделя величайшего нагиба штурмовой кассеты. Я мега рад, мега рад. Будем смотреть, обозревать обновленные вооружения. Ну и посмотрим, как вот это вот изменение повлияет на всю эту дальность. Ну, по сути, наверное, там особо сильно ничего не поменяется со всеми этими пушками. Ну, за исключением, наверное, тех устройств интересных всяких. Например, там на шафт на триплет будет интересно посмотреть. ВАСП станет крутой. Паладина тоже, наверное, будет затестить. Джиггернаута тоже, наверное, будет затестить. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Что в приоритете хотели бы увидеть на обзоре уже завтра, возможно. Ну и не забывайте открывать недельные контейнеры. Прямо сейчас зайдите на свой аккаунт. Если есть недельные, возьмите, тыркните, откройте, заформите бабки. И точно будьте в выигрышной ситуации. У меня, друзья, на этом все. Обязательно поддержите данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Не забываем, ребятчики, про розыгрыш на 30 тысяч танкоинов на 2 миллиона кристаллов. Вся информация в описании по этому поводу имеется. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok